Прогнозы метеорологов неутешительны. По сообщению синоптиков, температура 33 и выше продержится вплоть до 25 июня. Если такая ситуация сохранится, то может дойти и до объявлений об опасном метеорологическом явлении. Нынешняя июньская жара уже обошла показатели прошлого года. Тогда столбик термометра не поднимался выше 32 градусов. Если сравнивать, допустим, за 10 лет брать, даже за 17, у нас самый теплый июнь был в 2000 году. Мы сейчас просмотрели всю сводку в 2000 году. А абсолютный максимум у нас был в июле 2015 года и ранее в 2010 году в июне. Температура поднималась до 36,4 градусов. Это самая высокая температура по Ангарску, какая наблюдалась. Прогнозируется 32-37. Вот если сейчас эта жара простоит, возможно, мы побьем рекорд 2015 года. Вполне логично, что в такую жару горожане тянутся к воде. Но и здесь солнце палит нещадно. Спасаются кто как может. Защита 40. У меня ребенок весь намазан, щеки намазаны, руки намазаны. Купальник закрытый, косыночка на голове обязательно. Ну и в 2 часа мы дома. Как-то так. Вообще мы стараемся пораньше пройти. Вот сейчас до 3 стараемся не загорать. Ну и кремами мажемся. И все. Ну сметанку, если сгорит тело, допустим, там подгорит красненько, сметаночкой можно помазаться. Сметанке, кстати, дерматологи не против. Альтернатива жирным молочным продуктам – специальные лечебные кремы и мази, ускоряющие заживление и регенерацию поврежденной ткани. Если ожог более чем серьезный, то лучше все-таки показаться врачу. Чтобы активный загар не довел до больницы, медики советуют нехитрые методы защиты. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим, нужно обязательно носить хлопчатобумажное белье, никакой синтетики, чтобы избежать искусственного потоотделения. Затем нужно, конечно же, это фотозащитный крема с высокой степенью активности. То есть это SPF 50 с плюсом, это минимум. То есть я рекомендую, как врач, и сама этим пользуюсь, конечно же, препаратами косметики, препаратами, которые продаются в аптеке. То есть это специальные лечебные фотозащитные крема. Кстати, такой крем дерматологи рекомендуют наносить на кожу каждые два часа. Только при таком режиме он максимально защитит кожу от солнца. Ну и, конечно, в самый зной с полудня до четырех долго на открытом солнце лучше не находиться. Ольга Тюбрина, Антон Бархатов, Местное время.